Здесь по поводу Сноудена есть два измерения. Прежде всего, Сноуден никогда не был сотрудником ЦРУ. Он был сотрудником компании, выступавшего подрядчиком ЦРУ Агентства национальной безопасности. Конечно, у него были все допуски, он был человек, посвященный во многие тайны. Это первое. Второе. Россия заняла нейтральную позицию по совершенно ясному основанию. Я член президентского совета по правам человека. И совет занял простую позицию. Все. Невозможно выдачить человека туда, где его может ждать смертная казнь. Это принцип, который соблюдают все цивилизованные страны. К сожалению, и не думаю, что такая позиция, при которой Россия не согласилась предоставлять снова демополитическое убежище, и выступает здесь совершенно нейтрально, не думаю, что это осложнит отношения России с США. Там есть более серьезные проблемы. Но вопрос другой, что Сноуден все-таки должно быть найдено решение, при котором он, который хочет найти где-то политическое убежище, тем, чтобы его получил. И меня, конечно, вызывает удивление, как те страны, которые изначально провозглашали приверженность правам человека, защите любого беженца страны, например, что Великобритания предоставляет и предоставляла убежище бывшим гражданам России, которые совершили уголовные преступления, которые причастны к террористической деятельности, а при этом нет страны с демократическими традициями, которая предоставила убежище человеку, который выступил в защиту гражданских прав. Он разоблачил все-таки пока не военные секреты, а операции, направленные против наступления на права человека, в том числе на права человека среди стран-союзников США.